Бюджет на 2018 год обсудили сегодня городские депутаты. Решали, сохранится ли бесплатный проезд для пенсионеров и нужен ли на Яграх еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. Евгения Карелина подробнее. По прогнозам Финуправления администрации, собственные доходы на 2018 будут меньше на 90 миллионов рублей по сравнению с 2017 годом. То есть порядка 3 миллиардов 200 миллионов рублей. Столько же и расходов. Половину средств планируют потратить на самое важное – образование, культуру, спорт и ЖКХ. Планируется построить еще один ФОК. На его строительство запланировано 32 миллиона из федерального бюджета. Часть средств областные и 17 миллионов – средства городского бюджета. Хорошая новость и для дачников. Будет продолжена дорога по морскому в сторону моста, который долгое время у нас стоял, бездействовал. И как только будет построена дорога, этот мост будет осмотрен, то есть интервизация и, возможно, некоторые, как говорится, ремонтные работы по его части. Бюджет 2018 года будет, как и прежде, социально направленным. На Управление соцразвития, опеки и попечительства планируют выделить 106 миллионов рублей. Эта цифра на уровне этого года. Сохранится и проезд старшего поколения, 70 и старше, сохранится бесплатное питание наших учеников, выделяются средства, будут выделяться средства на ремонт наших образовательных учреждений. Планируется, что за счет субсидий из области бюджет города составить 5,5 миллиардов рублей. Из местной казны планируют построить многоквартирный дом для тех, кого необходимо переселить по решению суда. В Северодвинске продолжится и программа «ЖКХ и городская среда». Заявления на благоустройство двора принимают уже сейчас. Люди могут прийти, высказать свои пожелания. Соответственно, это порядка ежегодно у нас будет порядка где-то от 5 до 7 миллионов рублей. Это будет уходить на комфортную среду, то есть на благоустройство дворов, на благоустройство парка культуры. Сейчас предварительные цифры переданы в Министерство финансов региона. В сентябре станет ясно, останется ли названная сегодня цифра без изменений. Все те планы и задачи, которые мы строим на следующую трехлетку, они останутся примерно такими же, как у нас были в текущем году. Наложат отпечаток определенные вещи, которых тоже надо будет думать о том, что произойдет инфляционные процессы. Затем проект бюджета на 2018 и последующие годы рассмотрят еще не раз. А главный финансовый документ Северодвинска депутаты примут во втором окончательном чтении в декабре. Евгения Карелина, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.